Где что хранится? Сейчас я написал несколько тестов, но на вас они не расшарили, но в следующем разу будут расшарены. Ну, а материалы сейчас расскажу. Если у меня просто локальная переменная intx равен 12 и она примитивного типа, это значит, что в стейке есть кусочек памяти, где написано 12. И если у меня ссылочный тип, например, massiv.x, massiv.in.top, там написано, например, 12, то у меня здесь хранится ссылка на какую-то память в хипе, где написано 12. Из этого получается, да, в тестах это используется в жизни джориста эту собственность не надо, просто мне нужно как-то формулировать вопрос. Если я пишу intx равен 0, inty равен 1, то можно с огромной долей обстоятельности утверждать по спецификации этого, там ничего не сказано, но в любой нормальной gvm 0 или 1 будут лежать рядом в памяти. Это будут, скорее всего, соседние ячейки в стейке. 4 байты, следующие 4 байты, это 0 и 1. Если же, ну потому что вот тут будет 0, тут будет 1. Если же я их сделаю массивами, то скорее всего, ну как... Вот тут уже не факт, что они будут лежать рядом. Скорее всего, под системой памяти, если два раза подряд нужно выделить массивы, выделить их рядом, но не факт. То есть вполне может показаться, что мои ссылки ссылаются на совершенно разные места. Совершенно разные места в архипедии, написано 0 или 1. Но тут где под система памяти выделить новый массив? То есть не такой линейный, как сказать, да? Да. Ну что это влияет? Это влияет, когда проектируются высокопроизводительные системы, что редкость на Java, но в целом может быть. У процессора есть кэши. Память у меня, наверное, на ноутбуке 8 гигабайт, но процессор и память две разные микросхемы. Сходить из процессора в память стоит где-то там 200 тактов процессора. То есть мои 2 гигагерца резко падают до 10 миллионов раз сходить в память. Поэтому процессор есть своя собственная маленькая память, называется кэши. Их там несколько кэшей. Размеры порядка мегабайта 256 байт прямо на процессоре. Часть транзитера является памятью. И туда процессор подкачивает. Если я куда-то в память сходил, говорю, прочитай мне какой-то байт. То подсистема, которая даже по большому счету ассемблажники не управляет, это сам процессор. Он говорит, Иван прочитал тот байт, давай вокруг возьмем все. И допустим вот 256 окружающих байт прочитаем незаметно для него в кэше. И когда я иду второй ряд, то есть если у меня массив z равно 0,1,2, то если я независимо выделяю, и если я попользовался x, потом попользовался y, то может оказываться, что каждый раз это стоит 200 тактов процессора. Если я пишу z0 равно, z1 равно, то скорее всего вот это стоит 200 тактов, а вот это стоит 1 тактов. Поскольку память хранится в одном месте, то когда первый раз процессор сходил долго, то оттуда он сразу пригнал целую порцию памяти. И когда я за рядом стоящими ячейками обращаюсь, это происходит очень быстро. В принципе это для джависта не особенно важно. Во-первых, мы не пишем программы, которые миллионы чисел в секунду колбасим. Во-вторых, у нас это все не совсем понятно, как устроено. C++ все это четко сказано, где что хранится. В java просто как разумные мысли C++ скорее все так. Если я делаю массив из двух элементов, они скорее всего расположены последователями. Опять же в java мы не можем никак этого узнать. В спеке не сказано, что стэк должен быть сплошной памяти. В стэке не сказано, что массив это сплошная память. Но в любой нормальной реализации делают так, чтобы очень быстро находить 256 573 ячейков. Есть адрес начала массива. Берут в массиве что? Лонги, лонги 8 байт. Умножают индекс на 8 байт и получают смещение. Тем не менее, в каком-нибудь андроиде, где память может устроена быть странная, скажут, что у вас такой большой массив, мы одним куском хранить не можем. Там как микролинус, я только по мегабайту все меряю. И может оказаться, что в конце концов массив порезали на куски. Но я как жилист этого не замечу. Если у меня будет объект. Массивы и объекты это буквально одно и то же с точки зрения расположения в памяти. Ну давайте сразу тесты посмотрим. Сейчас я написал сегодня тестов. Как раз по памяти. Если у меня будет класс h, у меня будет int x, int b. Пронапишу h, h, h равно u, h, 0, 1. Обычно класс, который бессмысленно просто хранит какие-то данные, называют холдер. Вот в данном случае, когда я объявляю вот так, я объявляю переменную, я объявляю что-то вне рамок метода. Это не локальная переменная, это поле объекта. В таком случае он инициализируется нулём. Вот это можно читать и там будет ноль. Для чисел ноли, для ссылок нул, для буллена фолз. Так, и теперь я пишу здесь, что хранитель равен милю холдеру 0,1. Вызовываем этот пэр. Зигнем х. Солдташ. Х. Солдташ. Какой здесь будет ответ? что он печатает для кого очевидно пожалуйста не отвечать создать интригу достаточно сложно поля объекта и элементы массива с точки зрения развлечения памяти это абсолютно тоже различие новыми синтаксиса языка элементы массива все для одного типа или мускай какой массив где четный это флота нечетно это строки я сказал что это все строки или это все инты поля объекта независимо я могу сказать я буду инф потом стринг опять инф флот зато я не могу сказать хочу пятьсот тысяч полей все поля индивидуальные каждому дай имя библиотек а с точки зрения памяти это абсолютно одно и то же то же самое смотрите у меня появляется аши который ссылается на область памяти где каким-то образом размещен холдер экземпляр холдера поскольку инты являются примитивными типами то они хранятся прямо вот здесь 0 и когда я вызываю метод я закрываю давайте по-другому назову что я из метода мои вызвал другой метод какой есть арк который указывает на тот же самый объект я прошел по нему и в записал стоп я прошел и в игре записал стоп а потом я свою локальную переменную сохранил я создал нью-холдер который написал минус один минус два и парги пронисал это чтобы я попользовался а потом его затем молния gm пишет серенький монстр что значение нью-холдер минус один минус два присваивается но никогда не используется данном случае то есть некоторые вещи я бы и дыре более чуткая чем язык ряд вещей сам компилятор запрещает например вот такое если сделал реком потом индекс равно вот так спецификация загрязка горит это никогда не выполнится тут нет ничего плохого индекс равно 11 но это после реки она зачем туда точно не дойдем и компилятор не горит не но это очевидная глупость он обязан мне запрещать это компилировать потому что как бы тут достаточно очевидно что я ошибся а вот здесь я спецификацию языка не нарушал и не сделал ничего такого что подойти запрещено однако моей дыре как бы чуть-чуть более чуткая она не посвятила посвятила вот этот рекорд он не обязательно это последнее выражение на срок уходишь из метода язык язык этого не запрещает я туда не советую что возможно у тебя ошибка возможно ты не одну другую логику потому что она и так все очевидно я сделаю и вот тут язык это разрешает но где говорит возможно ты ошибся ты зачем-то ворок локальный аргумент локально переменную присвоить значение которое сам никогда не используешь но это не считается ошибкой потому что почему они считаются ошибкой с точки зрения ситоксиса языка они стали обрубки в конструкторе что делаешь например создает файл тогда конечно присвоение это может ошибка вот так с этим всеми подсвечу может и просто вызвал конструктор ты никуда не сохранил но вдруг ты в конструкторе нашему не делать создает файл посылающий мэйл там что-то не на экране рисуешь поэтому мы не знаем что там мы не читаем ошибкой присваиваю они говорят ну ты же аргом больше никогда не воспользуешься если мы запустим будет написано 0100 дальше сейчас будет строить разные чудные интересные конструкции которые нам не закончили нет 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok